Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня моё видео называется «Что мне нравится и что мне не нравится в Аргентине?». Всё, как вы любите, трэш будет про Аргентину, но этот трэш будет в конце. Давайте всё-таки сначала начнём с позитива. Итак, что мне нравится в Аргентине? Первое – это климат. Аргентина – огромнейшая страна, которая с севера на юг протянулась больше, чем на 3000 километров. И на всём этом своём протяжении она проходит практически через все существующие на нашей планете климатические пояса. Плюс того, что она тянется с севера на юг. При подъёме в горы, ванды, климатические зоны тоже меняются. Поэтому здесь каждый найдёт климат себе по душе. Например, если вы отправитесь на северо-восток, да, там, где знаменитые водопады Игуасу, то вы попадёте в очень мягкий, обволакивающий вас тропический климат, климат тропических дождей, где всегда практически лето, тепло, высокая влажность и так далее. Если вы отправитесь на крайний юг Аргентины, вы попадаете практически в арктическую зону, потому что часть Антарктиды, она тоже принадлежит Аргентине. И, соответственно, в промежутке между этими всеми поясами от крайнего севера до юга есть абсолютно любой климат. Я сейчас живу в Буэнос-Айресе. Это город вечного солнца. Дожди здесь огромнейшая редкость. Хотя я знаю, что очень многие россияне ищут для своей миграции места там, где поменьше дождей, побольше солнца. Но есть у наших людей, особенно те, которые живут в средней полосе России, кто живёт в Сибири, они ищут там, где потеплее. Вот Буэнос-Айрес — это там, где потеплее. С дождями здесь вообще проблема. Вот я это видео снимаю сегодня воскресенье, и на следующую неделю видела прогноз с понедельника по воскресенье, каждый день будет дождь. Я так радовалась. Ну, наконец-то, неделя дождей, всё, как моя жабья душа любит. Но нет, вчера вечером захожу в прогноз. Дай бог, там, если на два дня, на всю неделю есть дождь, и то с покрытием 30-40%. Это из оперы «Обещать не значит жениться». То, что вы видите в прогнозе дождь, это ещё не значит, что он будет. Так что те, кто ищут солнечные места, тёплый климат, и при этом, чтобы здесь была, в такой стране была цивилизация, Буэнос-Айрес для вас. Есть ещё теплее места, если мы говорим о северо-западе Аргентины. Там ещё теплее и ещё суше, потому что на северо-западе есть места пустынные. У меня на канале можно найти видео, где я путешествовала в Сальто, в Токуман, Хухуй. Хуя, по-моему, ещё не смонтировала, она как-нибудь смонтировать и закинуть. И во время моего путешествия я наблюдала, что были места, которые я посещала, с влажностью 6% всего. То есть любите по суше – есть по суше. А любите влажность – есть места с влажностью. Любите, чтобы была настоящая зима и снег. Таких мест очень много в Аргентине, то есть на любой вкус. А я всегда за разнообразие и за то, чтобы каждый находил именно своё место. Что касается климата, то в Аргентине каждый может найти климат по своему вкусу. Второе, за что мне нравится Аргентина – это за потрясающе красивую природу и за огромное количество мест для путешествий. Поэтому, если вы любите путешествия, как я говорю, то целой жизни не хватит, чтобы увидеть все самые красивые места Аргентины. И плюс ко всему, через аэропорт Буэнос-Айреса есть прямые рейсы во все страны Латинской Америки. Так что, если вы в душе такой же путешественник, как и я, то Аргентина – это ваша страна. Третье, за что я люблю Аргентину – это за постоянное чувство свободы. Здесь никому абсолютно нет дела до вас. В том смысле, да, например, как вы одеты, с кем вы спите. Здесь люди постоянно выходят на манифестации, чтобы добиться своих прав. И добиваются этого. Вот этот вот позорный закон был выпущен о запрете для женщин на аборты. Женщины выходили, требовали свои права. И вот два года назад, недавно, прям даже президент Аргентины выпустил пост на своих страницах в социальных сетях о том, что женщины празднуют свою свободу, свое право, да, рожать им или не рожать. То же самое касается ЛГБТ. Каждую первую неделю ноября в Буэнос-Айресе проходит неделя гордости. И не только в Буэнос-Айресе, да, по всей Аргентине и вообще по гей-туризму Аргентина занимает лидирующие позиции в мире. Вы свободный художник, здесь тоже есть место для вас. Вы хотите свою жизнь посвятить спорту? Это еще один пункт, за что я люблю Аргентину. Такого огромного количества спортивных сооружений, теннисных кортов, футбольных полей, морских центров для занятий, морскими видами спорта я не видела больше нигде в мире. Да что там говорить, целые городки закрытого типа, они тоже формируются вокруг спортивных сооружений, вокруг спортивных площадок, да, таких как поля для игры в гольф, поля для игры в поло, футбольные поля. То есть, если вы за здоровый образ жизни, то Аргентина для вас. И опять следующее, за что мне нравится Аргентина, да, это за ее стремление к здоровому образу жизни. Я нигде не видела такого огромнейшего количества магазинов здорового питания с диетическими продуктами, с экологическими продуктами. Огромное количество баров и кафешек, где вам подают какие-то, я не знаю, безглютеновые блюда, да, прям, ну, целые бары посвящены тому, что все меню в этих заведениях направлено на то, что оно для тех, кто за здоровый образ жизни. Кстати, здесь стыдно быть полным, да, несмотря на то, что я сказала, что всем все равно, как вы выглядите, но это все равно, когда вы в более низком или в среднем слое, но когда вы выходите на более высокий уровень и когда вы общаетесь в более высоком кругу, то здесь очень важно, как вы выглядите, в том числе, что здесь нужно быть спортивным, подтянутым и иметь излишки веса, это уже не камильфо, это не айс, вас могут не понять, не принять в этих кругах, поэтому надо заниматься спортом, следить за своим здоровьем, чтобы быть всегда на коне. Кстати, о здоровье. Это еще один пункт, за что мне нравится Аргентина, так как медицина в Аргентине одна из лучших в Латинской Америке, даже не просто одна из лучших, она лучшая, и это, кстати, был один из факторов, почему для своей жизни я выбрала Аргентину. Да, я не буду сравнивать медицину Аргентины, например, с медициной Испании или каких-то других стран вне этого континента, потому что я говорю непосредственно об этом континенте, я говорю о Латинской Америке, потому что, ну, согласитесь, что немножко некорректно, да, сравнивать медицину Аргентины с медициной, там, Германии или Испании, или Израиле и так далее, мы говорим об этом континенте. Следующее, за что мне нравится Аргентина, Аргентина это страна эмигрантов, поэтому здесь к вам отношение, как к своему, все жители Аргентины, они откуда-то приехали, если не они, то их родители или дедушки, или бабушки, поэтому здесь абсолютно нет никакой дискриминации на почве того, что вы являетесь эмигрантом. И следующее, за что мне нравится Аргентина, это за простоту здесь легализации. У меня уже есть ряд видео на моем YouTube-канале, я буду снимать и еще больше на эту тему, да, в Аргентине есть 15 оснований для получения резиденции, и после двух лет легального проживания на территории Аргентины вы можете уже запросить паспорт. Ну где еще в мире есть столь простая и быстрая легализация, да, где есть еще такой быстрый паспорт, причем это хороший такой паспорт, с которым вы можете свободно путешествовать по большей части стран мира, не запрашивая визы в этих странах. Следующее, за что я люблю Аргентину, это за то, что Аргентина это страна для всех. Здесь свою нишу найдут люди и с небольшим достатком, и смогут снять и квартиру на свой кошелек, и найдут магазины, где смогут, да, покупать продукты питания, медицина, образование бесплатно для них, и могут вполне себя комфортно чувствовать. И также в Аргентине очень комфортно будет для людям, которые привыкли жить на высоком уровне, которые привыкли жить с роскошью. Что бы там ни писали про Аргентину и про ее низкий экономический уровень, но послушайте, Аргентина входит в шестерку стран мира по продажам товаров лакшери-класса. И когда вы гуляете по таким районам, как Палермо, как Пуэрто-Мадеро, когда вы выезжаете в такой городок, например, где я живу в Сан-Исидро, и прогуляетесь здесь сами или со мной по... Я не скажу даже, что по определенным улицам. Таких улиц здесь много, и когда вы увидите эти дома, особняки, в которых живут люди, вы поймете, что Аргентина – это не бедная страна. Да, можно зайти в маргинальные районы и увидеть там нищету, но поэтому я и говорю, что Аргентина – страна для всех. Здесь у каждого есть своя ниша. Но если вы привыкли всегда видеть красоту перед глазами, вот в Аргентине ее просто, ну вот так вот, на любой, опять же, вкус. Есть здесь и современная архитектура, здесь есть архитектура периода Бель-Эпоки, и в некоторых даже районах еще можно найти остатки или отголоски колониальной архитектуры, которые я обожаю. Вот когда я по своему Сан-Исидро гуляю, я просто наслаждаюсь этими домиками, некоторые, которые еще сохранились в колониальной эпохе. И есть дома, которые построены в более поздний период, но вот людям тоже нравился этот стиль архитектуры колониальной, они их строили. И то, о чем я говорю, что когда я гуляю по своему Сан-Исидро, я вот увидела ту Аргентину, какую я ее хотела увидеть, я в Южной Америке искала как раз-таки вот этот вот отголоски колониального стиля того периода, и картинка в моих глазах рисовалась именно такой, да. Но, опять же, повторюсь, были не только мечтания, я-то была уже несколько раз до этого и в Южной Америке, в Центральной Америке, и жила какой-то период времени в Венесуэле. Я не была в Аргентине до того, как сюда приехать, но я нашла здесь свой уголок, я нашла то, что я искала, и, в принципе, этим я и счастлива. Следующий пункт, за что я люблю Аргентину, это за то, что Аргентина – это, можно сказать, культурная столица Латинской Америки. Даже правильнее сказать не Аргентина, да, а именно Буэнос-Айрес, потому что в Буэнос-Айресе порядка 20 театров расположено, но это, опять же, это большие театры, огромные, а есть еще и маленькие театры, потому что, когда гуляешь по городу, ты конкретно понимаешь, что их здесь не 20, их здесь огромнейшее количество, да, бывает иногда в каких-то подъездах, в небольших городках вы встречаете маленькие какие-то семейные театры, и это просто поражает. Такого количества культуры, которая на вас, как бы, можно сказать, набрасывается со всех сторон, я еще нигде не видела. Кинотеатры, театры, где-то там дома культуры, культурные зоны, как их только не называют, огромное количество библиотек. Аргентина – это читающая страна. Такого количества книжных магазинов я нигде не видела. На каждом квартале есть книжные магазины, есть кварталы, на которых по несколько книжных магазинов. Люди прочитали книги и издают их опять в магазины, поэтому очень много мест, где можно купить букинистическую литературу, не в плане, что это там историческое какое-то издание, такое тоже есть, да, старейший действующий книжный магазин в мире, он находится в Буэнос-Айресе, один из красивейших книжных магазинов мира, он тоже находится в Буэнос-Айресе, и плюс огромное количество книжных лавочек, современные издания, старинные издания, бэушные, которые люди почитали, сдали опять в магазин, и можно уже купить за какую-то достаточно символическую цену, что позволяет людям любого достатка покупать книги и читать их. Такое огромное количество художников, свободных художников. Я, когда прихожу на вот эти ремесленные выставки, где выставляются художники, я в шоке, я в культурном шоке, потому что я 10 лет в Испании водила экскурсии по Музею современного искусства Гугенхайм в городе Бильбао, и у меня есть, я не считаю себя знатоком современного искусства, но у меня очень хорошая уже насмотренность и понимание современного искусства. И я вижу на этих ремесленных ярмарках людей с их работами, которые при хорошем их продюсере, они достойны выставляться в музеях современного искусства достаточно высокого класса. Но даже вот сам факт того, что Музей современного искусства Латинской Америки в городе Буэнос-Аресе — это частный проект, который был построен и открыт одним из предпринимателей Эдуардо Константини, который, в принципе, в основном-то по жизни занимался риэл, там строил дома, потом он начал строить кварталы, потом он построил замечательный городок Норд-Эльта. И Музей современного искусства — это тоже его частный проект. И то, какая там стоимость за вход, то прекрасно понимаешь, что это тот проект, который себя абсолютно не окупает, а это чисто вот на зарплату служащих этого музея. Следующий пункт, за что я люблю Аргентин. В Аргентине очень хорошее бесплатное образование, в том числе высшее образование. Да, здесь есть частные университеты и есть государственные бесплатные университеты. Частные университеты, они, естественно, платные, но за достаточно вменяемые цены. И есть государственные бесплатные университеты. Всего на территории Аргентины 80 университетов. И что самое интересное, в государственные университеты не нужно сдавать экзамены для поступления, потому что каждый имеет право на высшее образование, поэтому вы поступаете в университет, только подготовив определенный пакет документов, а вот уже первый год обучения это является такое решето для студентов, потому что на первом курсе абсолютно нет никакой специализации в государственных университетах, и вы учите все основные дисциплины математика, физика, химия, экономика, политика и так далее, независимо от того, какая у вас начнется потом специализация со второго курса, вот за вами уже присматривают, и если вы хотите учиться, вы учитесь дальше, если нет, вы можете хоть 10 лет учиться на первом курсе, если у вас способностей нет, дальше вы уже не пойдете, но каждому абсолютно, каждому дается шанс получить высшее образование, и знаете, что мне нравится, кстати, когда я это говорю аргентинцам, они очень удивляются, но аргентинцам старшего поколения, я вижу очень большую тягу у молодежи к получению высшего образования, это тоже мне очень нравится в Аргентине и аргентинцам, кстати, еще один пункт, за что мне нравится Аргентина, это за ее людей, аргентинцы, они очень доброжелательные люди, когда узнают, что я эмигрантка, первое слово, что мне говорят, добро пожаловать в Аргентину, и абсолютно, как я уже говорила, здесь нет никакой дискриминации по поводу вашего происхождения, каждый человек, вот когда, например, да, я заехала в этот дом, познакомилась там с соседом по лестничной клетке, и после того, как там обсудили какие-то вопросы, потому что я с ним познакомилась, у меня были проблемы, у меня тут замкнуло все электричество в квартире, и поэтому как бы попросила его помочь разобраться, когда мы решили эту проблему, он, кстати, ее решал, он начал там и управляющему писать, то есть я только сидела вот так вот и ждала, когда он решит мне эту проблему, вот, и слова его на прощание, все, что тебе нужно, спрашивай, я тебе все подскажу, я тут дольше живу, я поэтому лучше знаю, прихожу в ближайшее к дому кафе, позавтракать, естественно, познакомиться, потому что это нормально, да, я всегда так поступаю, когда приезжаю жить в новое место, то на своем квартале, да, там парикмахерская, овощная там лавка, какой там магазинчик, еще есть ресторанчики и бары, я всегда там прихожу, делаю покупки или там заказ какой-то, и всегда даю о себе краткую информацию, чтобы не было каких-то сплетей, но это такая информация, то, что я считаю нужным о себе рассказать, то есть пришла в кафе, позавтракала, познакомилась, спросила, как зовут девушку, сказала, кто я, сколько я здесь живу, естественно, девушка, что мне ответит, все, что тебе интересно, какие-то вопросы есть, какая-то нужна там помощь информативная, приходи, спрашивай, и то же самое там, здесь же на квартале у меня там овощная лавка есть, тот же самый процесс, да, прошел знакомство с каждой сменой, с парикмахером и так далее, ты когда приходишь в какую-то государственную службу, там по поводу документов своих, я не знаю, в банк делать карточку, в поликлинику делать тоже там какие-то свои медицинские документы, настолько все это доброжелательно, да, то есть вспоминаешь, я уже, правда, реже об этом вспоминаю, но когда в России приходишь в какое-то государственное учреждение, ты там себя чувствуешь как каким-то попрошайка, да, который пришел и тут мешает людям заниматься какими-то важными государственными делами, это вот как у меня было в Испании, когда я приехала в наше консульство там делать паспорт, я когда выходила оттуда тем людям, другим нашим, которые были в коридорчике, я сказала, ну все, 30 минут унижения, но зато паспорт готов, потому что по-другому с вами там никак не общаются, ну вот как-то вот не привык российский народ к тому, что если вы работаете на государственной службе, то вы на службе, да, вы обслуживающий персонал, а чего не скажешь об Аргентине или об Испании, где я там жила, то есть вы приходите и к вам очень доброжелательно, потому что они понимают, вы пришли решить какую-то проблему, а их цель помочь вам решить эту вашу проблему, и это вы ощущаете абсолютно на каждом шагу, это тоже то, что мне очень нравится в Аргентине. Следующее, за что мне нравится Аргентина, Аргентина это страна возможностей, об этом я уже много раз говорила в разных видео, но это моя точка зрения, и не только моя точка зрения, как я в предыдущем видео говорила, что я сейчас, как-то вот когда я только приехала, такого не было, но вот сейчас как-то мне больше и больше попадаются люди, которые, вот местные, да, аргентинцы, которые мне тоже об этом говорят, что если хоть немножко есть вот здесь вот, как у меня сын говорил в детстве, масла головешечного, то вы всегда найдете, где себя применить, как заработать, чтобы жить хорошо, так как вы привыкли к своему там уровню жизни, или наоборот повысить этот уровень жизни и так далее. Аргентина это вообще идеальная страна для тех, например, кто зарабатывает извне, да, для айтишников, как это принято говорить, или сейчас модное слово, цифровых кочевников, если у вас доход извне, то, на мой вкус, лучше страны, чем Аргентина, вы не найдете, потому что благодаря тому, что в Аргентине два курса доллара официальный и так называемый blue доллар, голубой доллар, если вот менять по этому выгодному курсу, что в принципе все и делают, то жизнь в Аргентине, она достаточно дешевая. Здесь вы можете за достаточно приемлемые цены снять жилье достаточно хорошего, высокого уровня. Здесь более дешевая еда по сравнению со многими другими странами. Здесь недорого путешествовать. И много вот этих вот других составляющих, которые делают вашу жизнь на одну и ту же сумму, например, в Европе и в Аргентине, более комфортной и более выгодной. Следующий пункт, за что мне нравится Аргентина. Аргентина самая безопасная страна на территории Латинской Америки. Не будем сравнивать безопасность Аргентины с безопасностью в странах Европы и так далее. Мы говорим о Латинской Америке. Это я еще раз хочу подчеркнуть. Так вот, на территории Латинской Америки Аргентина самая безопасная страна. А теперь то, что вы все так любите и что просите. Что мне не нравится в Аргентине? Первое зло и важное зло для меня в Аргентине – это водители общественного транспорта. То, как они водят свои автобусы – это просто трэш. И это то, почему я, наверное, долго не решусь здесь получать права, чтобы водить на территории Буэнос-Айреса. То есть на трассах, в принципе, аргентинцы достаточно послушные, хорошие водители. Я не помню никаких трэшевых ситуаций в наших достаточно дальних путешествиях на авто. Но водители автобусов в городе Буэнос-Айрес – это для меня зло номер один. А если еще вы пользуетесь общественным транспортом, то, что они, подъезжая к остановке, но еще не остановившие свой транспорт, открывают двери, для чего кто-то будет выпрыгивать из автобусов, ну, это, в принципе, опасно. Если вы там стоите, уже приготовились к выходу, двери открываются на ходу, причем там еще могут на скорости 40 км в час. То есть он только-только задумал тормозить, еще не начал даже торможение, уже открывает свои двери. Ну, это, конечно, трэшняк для меня. Второе – зло Аргентины на протяжении многих лет – это политика. Я не буду вдаваться в эту тему. Кому интересно, гуглите сами, ищите сами. Плюс, я думаю, много блогеров, которые об этом рассказывают. Но, в принципе, это, наверное, зло практически в большинстве стран мира, когда политики думают только о себе, о своей карьере, и абсолютно не заботятся о людях. Ну, что есть, то есть. Следующее – то, что мне не нравится в Аргентине. По сравнению, тут уж я, извините, но я сравню. По сравнению, как бы, то, к чему я привыкла, да, в Северной Испании, это все-таки более, больше грязи на улицах. Я не могу сказать, что прям уж совсем грязь на улицах. Да, если зайдете в маргинальные районы, если вы зайдете в районы нижнего, среднего класса, то там и грязь по колено будет. Если же вы ходите по более престижным районам, там чисто, там убирается, там все хорошо, но все равно не хватает, наверное, дождя, поэтому скапливается вот эта пыль, гарь и так далее. Очень много старых машин. Это, наверное, я тоже добавлю в этот же пункт. Вот грязи и, наверное, старые машины, потому что у старых машин никто не проверяет уровень их выхлопных газов и уровень загрязнения, да, и поэтому не всегда чистый воздух, несмотря на название Буэнос-Айрес. Очень много старых машин, которые вот дымят, коптят и так далее. Вот это то, что вообще мне первые два месяца здесь очень мучило. Я очень долго привыкала дышать в Буэнос-Айресе. Это был не мой воздух, пока вот я не нашла свои ниши, пока я не переехала за город, ну, даже еще до того, как переехала за город, уже там в более чистые районы стала перебираться и привыкать. Плюс здесь вот, кстати, это уже плюс. В Буэнос-Айресе очень часто ветра, да, Буэнос-Айрес стоит на берегу устья реки, и поэтому ветра здесь это норма, и все очень быстренько разветривается. Поэтому можно привыкнуть. В принципе, это мегаполис, и ожидать от мегаполиса, что здесь будет вам свежий воздух, как в сосновом бару, но это тоже, извините, неправильно. Что еще мне не нравится в Аргентине? В том, что мне нравится, я рассказала, говорила о том, что Аргентина – это безопасно, самая безопасная страна по сравнению с остальными странами Латинской Америки, но в минусах я скажу, что все равно вы постоянно должны о своей безопасности думать, да, то есть вы не можете быть на расслабоне. То есть там сумочку, если я ношу, там она только у меня всегда через плечо, и она там впереди меня. Я не могу свободно в некоторых там ресторанах, в зонах города, там в ресторане на столе положить свой сотовый телефон, лучше его держать в сумке. И много таких нюансов, да, о которых постоянно нужно думать, и которые вас немножко как бы держат постоянно в тонусе. То есть уличные кражи есть, карманники они есть, ну а если вы выбрали для жизни в целях экономии какие-то маргинальные районы, то там еще больше нужно думать о безопасности, решетки на окнах, сигнализации на квартирах и так далее. То есть говоря о плюсах и о том, какая классная Аргентина, но естественно я не буду там ничего не выдумывать право безопасности, да, этот вопрос, он постоянно должен быть у вас на уме. Но при этом не нужно впадать ни в какие крайности. Я по Буэнос-Айресу очень много ходила по ночам, одна, и как бы никогда ничего со мной не случалось. Я заходила в эти ваши любимые в комментариях маргинальные районы, и там тоже по ночам ходила, и ничего там со мной не случалось. Еще один факт, как для меня сейчас актуален на данный момент, это медлительность. Заказать диван на фабрике нужно ждать два месяца. Заказала занавески, чтоб мне пошили, надо ждать месяц. Это только то, что они обещают, а когда это все будет, неизвестно. Но с другой стороны, меня очень удивляет положительную сторону, кстати, выдержанность аргентинцев. Здесь вот нет такого... Есть в очень редких ресторанах, когда вы можете там себе забронировать столик, но таких ресторанов очень мало. В большинстве ресторанов и кафешек всегда живая очередь. Иногда к некоторым подходишь, смотришь, стоит очередь, там человек сто. Вот я бы сроду не стала бы стоять в очереди и стать человеком, чтобы попасть в какой-то бар или ресторан. Аргентинцы стоят. И тут я только их невыдержанности могу позавидовать. Что еще мне не нравится в Аргентине? Ну, Аргентина, все вы знаете, есть такой тоже бич. Это то, что закрытая страна, и здесь затруднены переводы денег из других стран. То есть я не могу сказать, что это сделать невозможно. Я для себя все эти проблемы решаю, деньги свободно. через крипту перевожу и так далее. Но все-таки это не то, когда у вас есть на руках банковская карточка, например, Европейского банка, до коих у меня их несколько штук. Я подошла к автомату и свободно сняла или пришла в супермаркет и расплатилась своей европейской картой. Потому что расплатиться-то я могу, но посчитают же мне по официальному курсу. Это тоже один из минусов. И это то, что крадет просто ваше время. Ну и какие-то там проценты на переводах. Но все эти вопросы решаемые, получать деньги из Европы, в принципе, можно. Это не проблема в глобальном масштабе. Это проблема то, что больше нужно тратить на это времени. И то же самое сюда же относятся. Это высокие налоги на импортные товары, поэтому импортные продукты здесь дороже, если говорить о машинах, о бытовой технике и так далее. И немножко затруднен процесс получения посылок из-за рубежа, если вы привыкли что-то покупать в этих интернет-магазинах. Но поскольку я этим никогда не страдала, за исключением моих любимых витаминов, которых здесь в Аргентине нет, их нужно получать из Соединенных Штатов. Вот, все остальное я никогда не покупала по интернету, поэтому так сильно на меня это не действует. Но есть люди, которые, особенно молодое поколение, которые привыкли все покупать в интернете, по всему миру. Ну вот здесь у вас будут проблемы. Проблемы, они в основном связаны с налогами, которые вы будете таможенную пошлину платить. И это будет вам выходить значительно дороже. Ну и вот, пожалуй, на сегодня у меня все. Я постаралась так быстро, коротенько рассказать о том, что мне нравится в Аргентине, и те минусы, которые я здесь вижу, которые я здесь замечаю. И, в принципе, на этом у меня сегодня все. Если я какие-то вопросы не раскрыла, что-то вам интересно, не забывайте вон там, вот внизу, оставлять свои комментарии, а также ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. С вами была ваша Елена Вива. Всем пока-пока.